О проекте «Территория безопасного детства» сегодня говорили на пресс-конференции, посвященной профилактике детского травматизма. Этот проект направлен на создание карты опасных для детей мест в городе. Предполагается, что это сократит количество несчастных случаев. Нельзя говорить, что у нас несчастных случаев больше или меньше, потому что они есть на самом деле. Мы с вами практически на них влиять можем только процентов на 50. Потому что остается фактор и детской безнадзорности со стороны родителей, и сама халатность поведения самих детей в общественных местах или вообще в быту. Самые распространенные несчастные случаи с детьми – это выпадение из окон, укусы собак и ДТП. При этом чаще всего страдают дети из благополучных семей. Это объясняется безответственностью самих родителей. Однако некоторые случаи предугадать родители не могут. Например, падение дерева на своего ребенка. Напомним, такая беда случилась несколько месяцев назад с Каролиной Постниковой. Здесь очень много и юридических правовых коллизий, не позволяющих себе мешать. А с другой стороны, конечно, есть и очень много элементов халатности. Я абсолютно с вами соглашусь. Потому что по части деревьев даже и не специалистов ясно, что либо оно уже гнилое, либо оно уже должно было упасть. А с другой стороны, тут есть и проблемы самих жителей, которые могут заставить и понудить, заставить свои управляющие компании эти проблемы решить. И не надо надеяться на муниципальную или на государственную власть. Каролина осталась жива и постепенно выздоравливает. Однако виновных в том несчастном случае пока не нашли. А тем временем в Саратове есть множество мест, где деревья либо регулярно падают, либо только собираются упасть. И возникает вопрос, сколько еще должно произойти подобных трагедий, чтобы наше общество избавилось от апатии и попыталось решить смертельно опасные проблемы. Роман Козлов, Матвей Фляшников, Открытый канал.